В посольстве Российской Федерации в Ёжной Осетии прошла восьмая конференция российских соотечественников, проживающих в нашей республике. Главная тема – конференция организации российских соотечественников по укреплению дружбы и сотрудничества братских народов. Перед собравшимися выступил посол Российской Федерации в Ёжной Осетии Марат Кулахметов. Он выразил благодарность общественным организациям российских граждан за продвижение позиций русского языка. У нас очень доброе и тёплое отношение социальных преподавателей русского языка и литературы «Априал». Это наш флагмар русисты, наши русисты, которые обладируются на базе Юрия-Весенского университета. Это большая площадка, которая позволяет продвигать подвижение русского языка и литературы на территории Юрия Осетии. Кстати, в этом отношении очень много делает и Россотрудничество, благодаря которым ежедневно проходит подготовку несколько десятков преподавателей русского языка, а также педагогов дошкольного образования. Очень много выделяется в республике литературы, учебной, художественной литературы для школ и библиотек. Руководитель Союза российских граждан Наталья Жуйкова подвела итоги уходящего года. В этом году коронавирус помешал и их планам, поэтому многое не удалось осуществить. Однако в новом году предстоит большая работа. Об этом заявила и руководитель молодёжного крыла общественной организации Союза российских граждан Республики Южная Сетья Марта Харебова. Федеральным агентством по делам молодёжи разрабатывается важный стратегический документ, по которому будет строиться работа с молодёжью в дальнейшем. Называется он «Стратегия развития молодёжи Российской Федерации на период до 2025 года». Стратегия призвана носить межведомственный характер. Предполагается, что деятельность каждого ведомства будет выделена в своё молодёжное измерение. В ходе мероприятия активистам организации были вручены грамоты. Раз в два года переизбирается председатель Координационного совета российских соотечественников в Южной Сети. Эту должность сейчас возглавила руководитель общественной организации «Россы» Светлана Кутаева. Стелла Бязарова, Фатима Чочиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск «Сегодня».